Всем привет, это Михаил Ковзарь, ProLand TV. Передача видео по сети в 21 веке это уже стандарт, а когда-то было дорого и не очень надежно. На столе у меня сегодня видеосендер Mars 4K от компании HolyLand. Оказывается, 4K это не только разрешение, а еще и маркетинговое слово. Clear на букву K. Клир прозрачный, если в оригинале, но тут неграмотно, зато звучит. Давайте откроем эту чудную коробочку. Модель не сильно новая, но все-таки очень интересная. Отличная упаковка с ярким дизайном и сразу понятно, что внутри и проверим, все ли нам положили. Ну давай открывайся, открывайся. Вот такой вот звук и такое ощущение нового продукта. Итак, что внутри? Инструкция на разных языках. Испанский, французский, английский. Русского нет, но ничего, мы и так разберемся. VEHIA for you, карточка. Зарегистрируйтесь, получайте обновления и все остальное. Два устройства. Передатчик и приемник. Отличаются они только цветом, насколько я понимаю. Да, действительно, на вид абсолютно одинаковый, но это экономия на корпусах. И в общем, делайте метки, подписывайте их. Хотя, я думаю, у вас все нормально с цветовосприятием. Что еще в коробочке? Посмотрим блок питания с адаптером для России. Это очень хорошо, таким европейским. Один блок питания, причем для приемника получается. Дали специальный адаптер для того, чтобы закрепить устройство передатчик. В данном случае, скорее всего, на горячем башмаке вашего устройства. Здесь есть два специальных резьбовых отверстия. И все прекрасно у нас присоединяется. Но сейчас я это не буду делать. Знаете, что он здесь есть. Дальше у нас переходник USB Type-C. Такой классический уже на новый, можно сказать. Это используется для прошивки устройства. И больше, наверное, не для чего. Может быть, для питания еще. И здесь у нас в пакетике антенка типа Bulletproof. Антенны съемные. Сразу скажу. Потом про них поговорим отдельно. И если вы потеряете антенку, то знайте, что есть в комплекте запасная. Ну, в общем, я положу сейчас сюда все, что нам пока не нужно. И перейдем к обзору этих прекрасных, интересных девайсов. Внешний вид прекрасен, как и, пожалуй, все продукты от компании Holy Land. Это дизайн, материалы. И вот здесь я вижу, что корпус из алюминиевого сплава. Говорят, даже авиационного. Ну, может быть. И это дает устойчивость к коррозии и износу. То есть, ваше оборудование проживет долго. По поводу класса защиты. Нигде это не написано. Но я думаю, это где-то 50-52. То есть, от такой пыли, не сильно мелкой, и от небольшого дождика вполне можно эти девайсы использовать в этих погодных условиях. Но если что-то произойдет, какой-то катаклизм, да, то можно всегда накрыть, конечно же, девайс пакетиком. Перейдем к антеннам. Их здесь по две штучки. Они компактные. Это болит-пуля с разъемом SMA. Они съемные. Вот так вот их можно поменять. Открутить, заменить. Если вы потеряли, допустим, какую-то, то без проблем можно воспользоваться запасной, во-первых. И, во-вторых, купить, может быть, отдельно новую или какую-нибудь другую. Что касается направленности. 360 градусов эти антенны направлены. Но во все стороны они направлены только в теории. И хоть на картинке диаграмма направленности таких антенн выглядит как такой красивый бублик. Но на самом деле это такой неровный и чуть-чуть уставший тороид. Так что тщательно выбирайте место для установки, естественно, приемника, передатчика. Кстати, помимо цвета здесь еще написано TX и RX, что тоже полезно. Насчет замены антенн думайте сами. Замена возможна, как я показал. Может быть, вы хотите удлинить все эти антенны кабеля или заменить на опциональные. Есть на выбор Triumph, Lollipop, Cylindrical и Mushroom. У каждой антенны свои характеристики. И, естественно, перед тем, как их выбирать и менять, почитайте что-нибудь про антенны и вообще радиочастоты и передачу радиосигнала. Рабочая частота системы Holy Land Mars 4K в диапазоне от 5,1 ГГц до 5,8 ГГц. Тип андуляции 802.11n. Это Wi-Fi. И Mars использует стандартные каналы шириной 20 МГц. Поэтому выбор канала здесь достаточный. Wi-Fi. Да, конечно, помехи. Так обычно говорят про микрофонные радиосистемы. И, кстати, достаточно мало претензий именно к видеосендерам. Интересно, почему. Но Wi-Fi это не страшно. И надо просто уметь им пользоваться и настраивать. К тому же такие системы не требуют оформления разрешения и лицензии на использование. В отличие от своих старших и более дорогих братьев. Передатчик и приемник, как я говорил, выглядят одинаково. Только цвета вставок и надписи TX и RX у них разные, чтобы не перепутать. Ну, еще раз повторю, что красный это передатчик. И синий это непосредственно приемник. Давайте посмотрим на одно из двух устройств. Они абсолютно одинаковые на вид. Вот давайте их сначала покручу. Да, надписи отличаются. Здесь ничего, здесь ничего. Здесь тоже ничего, кроме цвета плашек и подписей. Трансмиттер и ресивер. Снизу, сверху корпус алюминий. Очень хорошо собранный. Покрашен очень здорово. Четыре болтика. Для того, чтобы корпус этот собрать. Потом, может быть, разобрать. Здесь еще четыре. Батарейная площадка для аккумуляторов типа NPE от Sony. Попозже проверим, как это работает. Здесь же видно маленький кулер, который мало того, что охлаждает девайс, так еще, наверное, охлаждает батарейку. Это очень хорошее решение. Похоже на вентиляционное отверстие здесь. Далее у нас экранчик небольшой, джойстик, который нажимается. Кнопочка такой, тумблер включения. Разъем USB Type-C для прошивки устройства и для подачи питания. Кстати, вот одно питание, второе питание. И пойдем дальше посмотрим. Коммутационная панель. Вход HDMI. Вход SDI 3G. HDMI, кстати, 4К, 30 кадров в секунду. И вход питания DC обычный. И, собственно, на приемнике то же самое, только это выходы. HDMI выход и 3G SDI выход. Внизу небольшое отверстие для крепления на штатив, на ARM. Все что угодно. 1,4 дюйма. Насчет поддержки 4К сигнала. Это UHD 30 кадров в секунду. И дальность работы до 150 метров. Задержка 0,06 секунды, но только для Full HD сигнала. Входы и выходы SDI и HDMI. И передача тайм-кода, как это написано, мне проверить не на чем. Различные опции мониторинга сигнала есть у этого комплекта. Автоматическая и ручная настройка частот, что тоже очень хорошо. Потому что с радиомодулями и радиочастотным диапазоном надо работать умеючи. Битрейт настраивается от 8 до 20 мегабит. По умолчанию установлено 12 мегабит. Зачем нужен битрейт? Его настройка сделана для повышения стабильности сигнала. Если у вас, допустим, статичная сцена, то делайте поток поменьше. Если это какая-то динамика, то, конечно, побольше. И если вы где-то ходите или даже ездите с камерой, то тоже стоит поиграться вот с этими настройками. Как с каналами, так и с битрейтом. Очень здорово, что можно пользоваться разными интерфейсами на входе передатчика. Допустим, подать сюда SDI, либо HDMI, а на приемнике получить сразу два типа интерфейса. HDMI, допустим, для вашего монитора и SDI для вашего микшера. Но помните, что SDI работает только Full HD, 60 кадров в секунду. А вот HDMI как раз работает сигналом 4К, только 30 кадров в секунду. Сигнал можно принимать двумя приемниками сразу или четырьмя смартфонами с установленным программным обеспечением. Попозже я это покажу. Также поддерживается прием сигнала на монитор HoloLand Mars M1. Это такой мониторчик и у него встроенный приемник. Захват на компьютер и стриминг вот у этой модели не поддерживается. Но зато постоянно выходят новые прошивки, которые добавляют разные полезные функции. Ну, вроде стоп-кадра при пропадании сигнала с передатчика и уменьшение времени загрузки устройств. Давайте, наконец, подключим наше устройство. Для этого у меня есть два аккумулятора. Я не хочу использовать один блок питания всего лишь. И какой-то внешний USB, допустим, источник питания. Это может быть Powerbank или какой-то блок питания, который втыкается в розетку. Итак, один сигнал у меня идет из камеры. Это у меня Full HD 30 кадров в секунду. Так, HDMI in. Включаем сюда. И второй сигнал я подам в монитор, который у меня стоит на столе. Это будет HDMI out. Монитор у меня достаточно универсальный. И он может показывать сигнал до Full HD 60 кадров в секунду. Давайте я сейчас все размещу здесь вот так, чтобы было видно. Видно не очень, хотя нет, все видно. Все прекрасно видно. Включаем сначала передатчик. В принципе, сразу и приемник. Идет загрузка. Она достаточно быстрая. Вот уже на мониторе с приемника пошел сигнал Holy Land. И теперь устройство у нас соединяется. Передатчик показал сигнал с камерой. Full HD 30 кадров в секунду. Все понятно. И теперь идет сканирование диапазона и связывание этих двух устройств. Восьмой канал сначала мелькнул. И сейчас шестой выбран. Смотрим, что у нас здесь получилось. Повнимательнее, если посмотреть на передатчик, то здесь две такие шкалы с антеннами, как на смартфоне. Первая и вторая. То есть еще один канал можно использовать. И на приемнике всего лишь одна шкала. Но он принимает только один сигнал. Здесь картинка у нас появилась. Очень неплохого качества, я вам скажу. И задержка здесь действительно очень даже небольшая. Это очень круто. Но здесь, в общем-то, смотреть больше нечего. Приемник, передатчик работают с монитором. И теперь перейдем к нашему смартфону. Holy Land сделал приложение для iOS, Android. Называется Holy View. Нажимаем Connect. Сначала нужно подключиться к Wi-Fi. Смотрим на экран. И здесь сразу видно меня. Задержка небольшая, так скажем. Если сравнить, допустим, с этой задержкой, то практически та же самая. В общем, особо даже и не видно. Вот. И сейчас у нас работает аппаратный приемник и смартфон. Что здесь интересного? Это, конечно, звук, который сразу отображается. Его сразу видно. Вообще прекрасно сделано. Если нажать один раз, да, здесь появляется дополнительное меню. Весьма любопытное. На что еще можно обратить внимание? Можно сделать скриншот такой, фотографию. Можно нажать запись. Скорее всего, запись идет в H.264, MP4. И пишется, ну, ресурсами программы в память телефона. Что тоже неплохо. Тем более, все это со звуком. Я так думаю, надо будет проверить. Дальше у нас Tools. Да, вот это меню все скрывается. Wayform. Есть Wayform. Кстати, как бы убрать отсюда вот этот самый... А, вот колонна звука, да. Это хорошо. Так, Wayform. Видно Wayform. В общем-то, что-то там меняется. Да, я вижу, что RGB компоненты меняются цветовые. Еще можно это и настроить. Вот так вот люму включить только. Medium. И по горизонтали растянуть. Неплохо сделано. Отключим Wayform. Гистограмма у нас дальше. Тоже настраивается, кстати. Да, прозрачность, medium и горизонтальное такое. Растягивание. Вектороскоп. Ну, довольно таки он не очень хорошо сделан, конечно. Потому что он не цветной. Я уже привык к таким инструментам. Ну, да ладно. Focus Assist. Спорный вопрос, на самом деле. Потому что он, по-моему, только выделяет грани и все. Ой, страшно, как получилось. Ну, да ладно. Нет, все-таки в камере лучше Focus Assist. Можно выбрать цвет. Ну, так себе. Zebra. Это у нас от засветки, да. Можно выбрать уровень зебры. Вот это, кстати, неплохо. Но тоже спорный вопрос. Потому что я и так вроде нормально выгляжу, а Zebra говорит, что я засвечен. Overlay. Можно наложить какое-то изображение сверху. Это интересно, чтобы компоновать кадр заново. Хорошая история. Frame. Насчет фрейма тоже есть настройка. Вау. Чего тут только нету. Cross. SM Cross. Ну-ка. Точки всякие. Ну, в общем, много чего. Опций очень много. И можно выставить аспект. Всего чего угодно. Для специальных съемок, допустим, если вы снимаете 9-16, то почему бы и нет. Дальше. Увеличение. Вау. Вот эта штука интересная тоже, конечно. Если особенно в 4К вы снимаете, то почему бы и не воспользоваться ей. False Color. Почти нормально, мне кажется. Потому что в камере у меня он точнее. Ну, да. Похоже очень. Так. 3D LAT. Вот это интересно уже. 3D LAT. Можно загрузить свой. Можно выбрать Sony, Lock2C, Canon. И импортировать 3D LAT таблицу в формате Cube. Неплохо. Флип-переворот картинки. Тоже полезно иногда. Вертикальная, горизонтальная. Хорошо сделана. Аноморфот. Для того, чтобы снимать с какой-то нестандартной оптикой и мониторить картинку. Правильно. Все. Нет, не все. Еще Sharpness есть. Ну, такое, конечно, Sharpness. Не совсем красиво выглядит. Хорошее приложение. Весьма. Что еще у нас в информации? Это Mars 4K. Да, он запрашивает информацию. Версия прошивки. И RX2. Что-то еще написал мне. Девайс Wi-Fi. Вот о чем я и говорил. И пароль тут прямо написан. Да, меняйте пароль, конечно же. Канал 6. Можно ли выбрать канал отсюда? Вот это интересно. Вроде бы да. Ну-ка, давайте нажмем. Да, можно. Ну, вот это любопытно. Но я сейчас не буду это делать, чтобы не порвалась связь, так скажем. И звук, который я уже показывал. Вот он идет с моей камеры. Пройдемся по меню передатчика. Канал 6. Full HD 30 кадров в секунду. Неплохой такой экран. Он RGB, но условно очень так. Подержим кнопку центральную. И теперь видно Scene Mode. Что такое Scene Mode? Это у нас скорость. И здесь можно, в общем, выбрать HD Mode, баланс и скорость. То есть три презета у нас есть для того, чтобы поиграться со скоростью передачи. Невозможно выбрать ее вручную. Я думаю, мы оставим баланс. После этого у меня все так же идет совершенно. Так, дальше у нас настройки вентилятора. Конечно же, авто, либо тихий режим. Устройство все-таки греется, потребляет достаточно много электроэнергии. После этого настройки. Это пэринг, чтобы соединить передатчик с какими-то другими приемниками. Язык, английский, китайский и все, русского нет. Ну и ладно. Сброс устройства, сеть. Это у нас Wi-Fi, как я говорил. То есть здесь видно именно Wi-Fi, но и сеть. И пароль, который необходимо поменять. Пока он от 1 до 8. Однако. Версия, я уже прошил это устройство. 1.0.1.1. H200 версия. В общем, ничего такого я не заметил. И, пожалуй, все. Да, это у нас был передатчик. И теперь посмотрим на приемник. Что у нас здесь интересного? Тоже меняются каналы, понятное дело. Но шестое остается по умолчанию. И сейчас он, да, соединился. Переходим в меню. Ну и здесь уже более интересное меню. Сканирование канала. Давайте посмотрим на него. Идет сканирование. В это время у нас поток останавливается. Совсем. Недолго. Ненадолго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И свободные каналы Wi-Fi. Кстати, 2, 5, 7, 8. И шестой занят. Можно ли это поменять здесь? Нет, нельзя. То есть все на автомате делается. И это, конечно, не очень хорошо. Далее. Опять нажал сканирование. Ничего страшного. Да. Надо было вернуться назад. Так. Все вернулись. Скорость вентилятора. Как я уже показывал на передатчике. Настройки. Опять же связывание. Язык. Резет. Информация о сети. И версия. Все на этом меню кончилось. Настраивать здесь особо нечего. Итак, Mars 4K. Радио, передатчик, видеосендер, как его только не называют, для видео и, конечно, аудиосигнала. Работает по Wi-Fi. Вполне стабилен. Позволяет выбирать каналы передачи. Но без тонкой настройки частоты, мощности и скорости. Вам доступен лишь битрейт. И то из трех презентов. Но как вариант, для повышения диапазона радиуса, точнее, можно заменить антенны. Отличный дизайн, прочный корпус и небольшой вес, в общем-то. Три опции электропитания, интерфейсы SDI, HDMI, на входе и на выходе. Также есть мониторинг сигнала на смартфоне, на Android, на iOS. Очень простая настройка. Включил и сразу все работает. И достаточная дальность работы. Передача сигнала по Wi-Fi для кого-то, наверное, не подойдет. Но с другой стороны, это все-таки недорогое устройство. И работа без лицензии на вашу радиосистему, это тоже очень хорошо. Ну и по поводу сети Wi-Fi. Это открытая сеть и ее можно поймать. Так что меняйте пароль. Вот такой интересный комплект у нас. Холилэнда будет еще больше. И в России. И это производство Китай. Как вы видите, настоящее китайское качество. Замечательная система по дизайну, по стоимости, по соотношению цена-качество. Больше технических параметров. Стоимость можно всегда посмотреть на сайте ProLandTV. Комментарии, вопросы задавайте и оставляйте на канале ProLandTV на YouTube. На сегодня это все. С вами был Михаил Кобзарь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok